Всем привет, дорогие друзья! Наконец-таки мы в Турции прилетели, прошли контроль, причем довольно-таки быстро, несмотря на такое количество народа. Но у нас мама подсветилась. Мама другом-другом уже прилетела. Смотри, какая красота! Наверху. Как будто по коридору какому-то идем. Не в аквапарке, наверное, а океанариум, скорее всего, реклама. В общем, сейчас, как всегда, получаем багаж. Лучше ищем наш трансфер. На сей раз у нас групповой трансфер. Не стали мы брать индивидуальный. Кемер не настолько далеко. И едем знакомиться с нашими. А дальше все, как всегда. Багажа еще нет. Уже все умудрились пройти паспортный контроль. В общем, 500 человек у нас самолет был. Вот они, видите, все стоят в ожидании. Пока что еще выдавать не стали. В итоге, в общем, 10 часов вечера. Вы представляете, мы сегодня в 11 были в аэропорту, и сейчас 10 часов вечера. Это что-то с чем-то никогда не... Загад не бывает богат, называется. Но Турция радует погодой. 28 градусов. Свежо. Ну так, я бы не сказала, что сильно свежо, но тепло. Номер, нам сказали, 943. Автобусы, он там за палаткой. В общем, самый последний мы получили багаж. Багаж не везли 40 минут, где-то или 45 минут. И так как мы практически первые проходили регистрацию, то самое последнее получили багаж. Сказать, что устали, это не сказать ничего. Радует только то, что предстоит все-таки отдых. И за оставшееся время, за предстоящее время мы надеялись отдых. Вот они автобусы выстроились. Нам нужен номер 943. Вон он, наш автобус. Ой, большой какой автобус. Мы сейчас будем полдня на этом автобусе разъезжать. Как же надо было мне на такси взять. Вот такой вот большой автобус. И нас еще обрадовали, что у нас отель будет самый последний. Мы должны не представлять, сколько мы сейчас будем ехать сейчас без десяти. Десять временем. В лучшем случае к одиннадцати прием. Так, ну что, в общем, в двенадцать часов ночи приехали мы в отель. Представляете, с одиннадцати утра в двенадцать часов ночи. Ванька никакой бедный. Сейчас, в общем, как поселят, посмотрим. Но выглядит это вот, в общем-то, вот так вот. Очень долго вот этот групповой трансфер. Никогда в жизни с групповым трансфером ехать ни в коем случае нельзя. Ну, вот так вот небольшой вот такой вот здесь ресепшн. Я думаю, что людей, в принципе, наверное, здесь тоже не так много. Таким вот образом здесь решетками все сделано. Интересно. Холодно. Слушайте, интересно заселяться в номер ночью. Знаете, когда ничего не видишь, вообще не понимаешь, в принципе, куда ты идешь. а я вот видишь же снимаю, так что потом можно будет по съемке понять. Ну, то, что идем вдоль бассейна, знаете, это точно сто процентов. Но территория так как-то особо-то и не освещается. в принципе, в 12 ночи, конечно, уже все спят. Ну что, утро следующего дня. Вчера у нас в 12 часов, у меня уже не было сил никаких снимать, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы были немножко в шоке от номера. В том плане, я говорила, что в принципе все равно, да, но запах в номере, тут видимо, то ли там в номере курили, то ли рядом он не проветривается. В общем, он маленький, я потом вам его покажу. Нет, территория мне очень нравится, уютная, небольшая. Вот смотри, у нас рядом снэк-бар, вон, видишь слева? Мама, мы сегодня покупали да, вид на горы, сейчас нет такой жары, душ есть, но они четверки, все приблизительно так выглядят, небольшие, уютные, апельсинчики растут, апельсинчики пока зелененькие, детский бассейн, бар возле бассейна, и нас поселили вот в этом корпусе, на втором этаже. Номерочки очень маленькие, по сравнению, конечно, с тем, как мы раньше отдыхали, небо и земля. Вот такой вот бассейн, метр пятьдесят, неглубокий бассейн, бассейн вообще неглубокий, метр пятьдесят, бассейн маленький, неглубокий, метр пятьдесят. Наверное, мы сразу в столовую или по поводу номера идем? Пойдем по поводу номера и Ване надо тоже узнать. А что Ване узнать? Телефон! А, телефон. Ваня вчера забыл в автобусе телефон. Ну, как забыл? Во-первых, ему было плохо всю дорогу, и он мне его не отдавал. Я говорю, Ваня, отдай телефон, я уберу в сумку. Нет, нет, в руках держал. А потом мы так устали, мы два часа, в общем, час мы разъезжали по разным отелям. Наш отель был девятый. Кстати, девятый. То есть я вот всегда знаю, что нужно заказать. Но тут думаю, ладно, вроде, до Кемер там сорок минут ехать, нормально, доедем. И, в общем, час с лишним мы разъезжали по другим отелям. И это, конечно, нам очень не понравилось. А Ваня его укачивала всю дорогу. В общем, телефон он потерял свой. У него вчера была истерика. А вот так вот я смотрю, у всех такие малепусенькие балконы. Неважно, что ты здесь, что ты там. В принципе, все равно. Что? А, это ресторан. Можно на улице есть вот в том числе. Вот это мне нравится. В общем, идем менять наш номер. Мы подходили сейчас на ресепшн, говорит, свободных номеров нет. Сегодня очень большой заезд. В общем, пока я пошла с Гест Релэйшн, поговорить, кстати, понравилась мне девушка по поводу интернета, потому что интернет здесь, сразу скажу, никакой в Бергамоте. То есть платный стоит 3 евро. Там будет нормальная скорость. Если используешь больше, чем один день, то 2,5 евро. Мама за это время успела договориться на ресепшн о смене номера за дополнительную денежку. И, в общем, сейчас идем с вами в другой номер. Сейчас покажу вам тот, которым мы остались недовольны. Ну, и это вообще первый опыт четверки. То есть я была когда-то давно-давно в четверке. И, конечно, отвыкли мы от такого. В общем, показываю вам номер. Сейчас пока мы будем собирать вещи. Рассказываю, что не понравилось. Ну, здесь сейчас темно, понятно. Ну, то, что он маленький, ладно, бог с ним, то, что он маленький. Но вот это вот, ребята, это вообще уже ни в какое сравнение не идет. Вот это вот. Оно, знаете, оно такое какое-то вот все пыльное, вот как грязное, как будто вот летит с него. вот все. Вот это вот нам очень не понравилось. И так как он номер небольшой, ну, здесь я так посмотрела у всех. То есть здесь получается, что вот такое вот окошко небольшое в номере, да, которое вы можете открыть. И вот такой вот совсем малепусенький балкон. И вот здесь вот на этом балконе курили, видимо, до нас, я не знаю. И номер, он весь-весь вот прокуренный. Вот запах весь такой стоит. Просто вот даже оно в постель вот въевшееся. И нам, конечно же, это очень не понравилось. Поэтому сейчас мы идем в другой номер, другой номер. Посмотрим, Ваня, рюкзак свой убирай. Молодец, уже помни, что нужно убирать. Так, мы сейчас собираемся. Но, сейчас, справедливости ради, хочу сказать, что вчера мы, так как в 12 ночи заселялись, вот такой вот отправляли здесь ужин в холодильнике. Конечно, не дай бог весь что, но, тем не менее, он был, его оставляли. Так, ну, ладно, давай собираемся. Так, ну вот, пришли в новый номер, и это совсем другое дело. Ну, согласитесь, да, это как на картинке выглядело, допустим, вот такие вот покрывала здесь, да, не то, что там какие-то непонятные, столетние, не знаю, которые, мне кажется, никогда в жизни никто не выбивал. Тумбочки, да, здесь еще вот такая вот маленькая кушетка, кровать, да, Правда, она нам не нужна, но, может, я здесь, кстати, монтировать видос буду. Вот, ну, вот это вот уже номер, я понимаю, стол есть, телевизор уже здесь более современный, ну, холодильник, в холодильнике сок по приезду и водичка, потом только водичка пополняется, отдам бутылку большая воды, ну, конечно, вид на балконы здесь везде, я тебе еще оттуда посмотрела, пока сказала, что балконы здесь везде маленькие. Ух ты, на горы? На горы вид. А, и на это, наверное, будет все громко. Вот здесь ресторан, так какая разница, мои вот ровно противоположные были, что отсюда, что оттуда, здесь просто повыше, здесь повыше, горы, снэк-бар, ну, то есть территория, территория все, как я люблю, я не люблю большие территории, блуждать, ходить, вот так вот нормально, это мне нравится. Ну, это современный номер, а там был номер, я не знаю, 90-х. Так, здесь у нас что есть при входе? При входе у нас есть шкаф, там, кстати, шкаф был очень совсем маленький, здесь побольше, мне кажется, шкаф, и он более современный. Сейф, сейф здесь платный, 2 доллара, сказали, в день, ну, и ванна, комната. Вот у меня водички. Водички возьми из холодильника. Вот такая вот здесь раковина, здесь немного вот этих вот принадлежностей, но шампунь, гель, мыло, все есть. В общем, мы не особо привередливые, товарищи, но правда, вот знаете как, это же запах не передашь на камеру, а запах там был, мам, не говорю. и ванну. Ванны здесь небольшие, не глубокие, допустим, полный человек будет мыться, не очень будет удобно, но, в целом, после того номера, это уже лучше. Так, ну, а мы идем сейчас, заценим, шведский стол, да? Кушать-то кто-нибудь хочет, я что-то даже еще и пока есть не хочу. Тоже хочешь, Ваня? Я хочу вернуть телефон, не хочу. Завтрак, шведский стол, с 7 до 10, и с 10 до 11, поздний завтрак. Сейчас с вами все посмотрим, внимательно. Мама, мы ее не понимаем. Мама, мы тебя снимаем, сразу же куда-нибудь зашли. Сейчас посмотрим, что нас встречает при входе, что значит шведский стол, в четверке. Суп тархана. В общем, один вид супчиков, мест свободных много. Так, сыр, несколько видов сыра, сырки какие-то плавленные, еще сыр, яйца вареные, так, помидорчики, огурчики, это как и везде, здесь у нас что, оливки, тоже помидоры, здесь очень много разных джимов, варенья, в принципе, вот как любой путерки, а на улице не хочешь, здесь хочешь? ну давай куда-нибудь там, в уголок, может, давай, может, вот сюда, давай сюда, тоже арбуз сделала, да? Так, 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 в общем, как всегда, традиционно, чай турецкий, молоко горячее, здесь можно тосты сделать, здесь, блинчики, пекут оладушки, очереди нет, можно подойти спокойно, взять омлет, есть, булочки, несколько видов булочек, единственное, что я сейчас по времени не могу вас сориентировать, где-то полдевятого, так, здесь у нас яйца, колбаска, картошка, яичница и каша, Вань, смотри, здесь есть кашка, молочная рисовая каша, будешь кашу? Вот это вот, по-моему, детские какие-то, детский стол, но он, наверное, только на обед работает, скорее всего, так, ну что, и это, в принципе, все, это, в принципе, все, что есть на завтрак, есть вот такие вот еще сухие печеньки, и сухие завтраки, инжир, из сухопробков, а здесь мама уже у нас быстренько взяла арбуз, Вань, ты будешь арбуз? Да, Наш завтрак. Сейчас арбуз возьмем. Москвичи приехали, по арбузу соскучились, вкусный, Вань, арбуз? В общем, все накинулись на арбуз, вот такой вот завтрак, на самом деле, очень-очень жарко, здесь работают кондиционеры, но все равно влажность ощущается, поэтому есть не особо хочется. И, друзья, просили показывать море, показывала море, показываю заход в море. Заход, кстати, здесь надо отдать должное, неплохой, сейчас буду обо всем вам по порядку рассказывать. Море, конечно же, очень-очень теплое. Немного сегодня грязноватое, какая-то грязь. Ну, она как бы несущественная, но она есть. И вот таким образом выглядит пляж. Вот кто писал, что там пустыри рядом, да, рядом вот с одной стороны, получается, пляжа нет ни у какого отеля, и с другой стороны, вот такой дикий пляж. И погода сегодня, видите, все небо в тучах, но тем не менее жарко. В общем, в принципе, с лишним градусом, не знаю, сколько конкретно. Рассказываю. В общем, конечно, еще в такого уровня отелях мы не отдыхали ни разу. Положая руку на сердце, я думала, что четверка не сильно отличается от пятерки, но, конечно же, это отличие есть, и оно, к сожалению, сильное. Значит, вот знаете как, бывает, что отдых не удался с самого начала. Это про нас. Во-первых, задержали вылет. То есть, приехали мы вчера в 12 ночи в отель, да, из дома выехали в 11. Это, ну, считайте, 12 часов дороги. второй момент. По приезду заселили в какой-то номер, ну, я вам его показывала, жуткий. Вот номер просто жуткий, в том плане, что, ну, я таких уже давным-давно не видела, понимаете, вот эти вот, типа, гобелены, или как они называются, я даже не знаю, вот эти скотные ткани какие-то покрывала, номер душный, прокуренный какой-то. Вроде бы все в нем есть, но находиться в нем как-то вот что-то нереальное. Хорошо, что поменяли, номер поменяли. Следующий неприятный сюрприз это интернет. Его здесь нет вообще практически. То есть, понятно, что вам позвонить вы домой сможете по WhatsApp, но это максимум, что вы сможете сделать. То есть, вот, смотреть какие-то видео, тем более их загружать, это нереально. Я не знаю, что я буду делать. Если вы это видео увидите, значит, что-то я придумала. Но даже платный интернет в отеле, он стоит 3 евро в день. Он тоже никакой. Он тоже никакой. У меня это существенно прям вот. Потому что я планировала видео выпускать каждый день, а здесь получается, что такой возможности нет. Ну, завтрак спутный, но, в принципе, голодными вы не останетесь, но разнообразие, конечно, очень маленькое. Ну, и добил окончательно тот факт, что нет полотенец. Пришли мы, хотели взять пляжные полотенца, пришли в 10 утра, а полотенец нет. А когда будут? А будут завтра с утра. Ну, то есть, ну, это вообще не серьезно. И вот этот вот рейтинг у отеля был 4,7, причем отзывов довольно-таки много. И за счет чего такой рейтинг? Я не знаю. Мы, конечно, еще толком не территорию посмотрели, ничего. И вот пляж. До пляжа ехать где-то 5 минут, наверное, максимум на автобусе. Автобус ходит каждые полчаса. Расписание висит на ресепшн. Ну, не знаю. Дело в том, что очень подорожала Турция в этом году. Если мы в том году за 200 тысяч ездили в Ау-Ватонну, шикарнейший отель, то в этом году за эти же 200 тысяч мы находимся не в самом лучшем отеле, я вам могу так сказать. Ну, возможно, мое мнение потом постепенно как-то поменяется в лучшую сторону. Но все-таки расположение у него удачное. Ну, не знаю. Мне первой линии, конечно, до рековой не хватает. Я думала, что это для меня не будет проблемой. Но, допустим, вот сейчас там я уже устала, да, там мне уже не хочется купаться, я бы пошла уже на территорию. Но я завишу от автобуса. Пешком здесь, я так поняла, что идти очень долго. В общем, вот все эти моменты, конечно, негативные есть. Ну, будем с вами вместе смотреть, отдыхать. Что дальше? Ну, понятно, что с этим можно жить. Ничего прям такого критического нет. Самое главное море замечательное, чистое. Но на будущее ни за что пятерку не променяю на четверку. Ни за что. Вроде бы здесь и территория компактная. Ну, в общем, будем смотреть. Потому что бассейн тоже посмотрела мелкий. Не знаю, будут ли там лежаки. Но здесь лежаки есть. Вот свободные лежаки. Они здесь есть. Потому что, может быть, многие не ездят, а там где-то поближе к отелю отдыхают. А Ваня у нас с бабушкой купается. Положите рукой. Бабушка у нас в косынке, а Ваня у нас, видите, на рукавниках. Все никак не можем. Мы научить его плавать. Классная водичка. Молодцы. Решилась моя проблема с интернетом на некоторое время. Так что несколько дней, наверное, видео все-таки выходить будут. Об этом вы увидите в следующем видео. Что мы сделали, что мы предприняли, чтобы это все было. Ваня сегодня за тот час, который находился на солнце, уже успел сгореть. И уже просится у нас пойти искупаться на территории. Уже сейчас на море после обеда не поедем. А будем здесь возле бассейна. В общем, обо всем об этом в следующем видео. А сейчас, как всегда, всем огромное спасибо, что вы были с нами, что посмотрели это видео. Постараюсь, возможно, потом попозже выйти в прямой эфир. Либо сегодня вечером, либо завтра вечером. Всем, как всегда, добра, удачи, позитива. И отличного настроения. У нас настроение, несмотря ни на что, все-таки отличное, потому что в любом случае мы находимся на море и будем наслаждаться, отдыхать отдыхом. Ваня, ты видишь, тут даже табличка, что можно туда ухнуть. Потому что балкон здесь, кстати, для детей не приспособлен. Маленький может туда запросто провалить. Пока-пока. Ням-ням-ням-ням.